всем привет меня зовут ланы и сегодня мы будем вязать снуд я изначально буду вязать детский снуд на 5 там 6 лет но как бы он предполагается носить поверх курточки поэтому точно такой же снуд может в принципе носите взрослый но он будет могут как воротник не поверх куртки а наоборот под низ до если надевать но в принципе сделав расчета вы сможете таким узором связать и побольше снуд подлиннее там у меня будет в один оборот вот вязать я буду пряжей юбилейной здесь 100 граммах 100 метров троицкая пряжа спицами номер 7 у меня это круговые спицы но вязать мы будем не по кругу а поворотными рядами поэтому можете вязать прямыми спицами просто мне вот эти спицы мои больше всего нравится и так я связала себе образец узором рис и провязала один жгутик ну в принципе примерно то же самое что и у нас сейчас будет но я набирала 14 петель у меня это получилось 11 сантиметров а мне нужно 25 поэтому я делаю пропорцию 25 сантиметров умножаю на 14 петель и делю на 11 сантиметров получается 34 петли мне нужно и теперь немножечко о структуре самого снуда получается нужно найти середину у меня по 17 петель и в серединке 4 петли на жгутик у меня просто толстые ниточки мне 4 петли хватает а вы кстати вот смотрите сами у вас если нитки потоньше вам тоже обязательно конечно нужно делать расчеты ну и на жгутик наверное надо будет выделить не 4 петля там 6 например или может быть 8 даже но это должно быть четное количество у меня есть мастер-класс по жгутам я оставлю ссылку в описании вы если еще не вязали жгуты можете прийти посмотреть там все очень просто и вот поэтому мастер-классу в принципе сможете вязать жгут очень легко и просто потом вот получается 4 петли на жгут и остается по 15 петель с двух сторон из них я хочу выделить 3 петли на изнаночные петли по сторонам от жгута чтобы он более фактурно смотрелся остальные петли это будет узор рис то есть получается 12 петель 12 петель риса 3 петли изнаночные 4 петли на жгут потом опять 3 изнаночные и 12 петель на рис вот так вот получается я уже набрала 34 петли а кстати вам еще понадобятся дополнительные спицы у меня такие ее образные специально для вязания жгутов и коз это очень удобно у меня на них есть обзор тоже оставлю ссылку в описании если вам интересно посмотрите но если вот сейчас вы прям хотите вязать и у вас нет таких спиц принципе вы можете справиться с булавкой или с другой спицей можете петли переснимать не на эту они на такую специально обычной прямой просто там придется побольше следить за ней потому что с ними петли могут сполосать но это тоже возможно поэтому если у вас таких спиц нет не расстраивайтесь берите просто дополнительные точно такого же размера спиц а чё так можно было что ли итак у меня 34 петли набрано уже и мы начинаем вязать первую петлю и последнюю первую мы будем постоянно снимать а последнюю провязывать изнаночные независимо от того какой какая у нас сторона лицевая или изнаночная до 1 всегда снимают последнюю провязываем изнаночные снимаем и теперь мы будем чередовать и вязать лицевую петлю сначала затем изнаночную лицевую изнаночную это вот у нас идет как раз рис во втором ряду вы поймете как он образуется этот узор и таким образом нам нужно провязать 12 петель до того места где у нас начнутся изнаночные петли так все провязала и 12 петель чередуя лицевые и изнаночные теперь вяжу 3 петли изнаночными 1 2 3 и вот теперь мы дошли до серединки где 4 петли у нас выделены на жгутик эти петли мы в этом первом ряду просто провязываем лицевыми 3 4 если у вас ниточки другого размера я вам рекомендую связать может быть вот как раз таки прямо из такого количества петель образец особенно если у вас меньше чтобы вы могли по мере здесь как раз будет и рис потому что изнаночная изнаночная гладь и жгут и вот от этого все равно от каждого узора полотно себя чувствует по-разному и она может либо немножко стягиваться либо становиться шире вот очень хорошо если вы провяжете весь раппорт узора так 4 петли провязали лицевыми теперь 3 изнаночные мы уже идем в другую сторону потому что раз два три все и теперь теперь мы вяжем узор приз так ну и начнем мы пожалуй с лицевой петли этот ряд так чередуем так до конца ряда вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная последнюю петлю ряда я провязала изнаночные и вязание развернула теперь мы первую петлю снимаем и вяжем рис как мы это делаем во втором ряду нам нужно теперь смотреть вот у нас сейчас идет первая петля изнаночная и мы ее провязываем лицевой все следующее у нас лицевая мы ее провязываем изнаночная то есть вот узор рис в этом и заключается вы когда видите что в предыдущем ряду на этом месте была петля изнаночной вы вяжете лицевой а если было лицевая как здесь то вяжите ее изнаночной только вы здесь учтите такой момент что у нас петелька здесь повернута таким образом что изнаночную петлю нужно вязать за заднюю стенку вот так вот потому что ну чтобы петли не перекручивались нам нужно всегда вязать за стенку петли который идет ближе к правой спицы вот здесь вяжем за заднюю изнаночная все следующие опять лицевая изнаночная таким образом вяжем до того места где у нас было три изнаночные петли то есть узором рис вяжем по вот схеме да теперь мы идем обратно вот до этого места и провязала 12 петель рисом и теперь у меня на том месте где мы вязали изнаночные 3 петли здесь у меня три лицевые вот здесь очень важно вообще не запутаться вы для себя возьмите ориентир вот эту ниточку да когда вы набирали петли который кончик остался когда она слева значит это изнаночная сторона когда она справа то значит вы на лицевой вот и поэтому мы сейчас повторяем и вяжем эти петли три лицевыми так все и теперь у нас 4 петли изнаночные это которые от жгутика мы их тоже повторяем провязываем точно так же то есть вот получается каждый раз когда мы будем вязать то независимо лицевая или изнаночная сторона место где жгутик мы вяжем по рисунку и место где вот вокруг жгутик у нас были изначально изнаночные петли мы тоже вяжем по рисунку видим лицевые вяжем лицевые видим изнаночные вяжем изнаночные вот с рисом все наоборот поэтому сейчас мы вяжем вот от жгутика 4 изнаночные петли и далее у нас опять было три изнаночные здесь они три лицевые мы их также повторяем делаем 3 лицевые и все и дальше до конца ряда у нас идет узор рис и мы вяжем противоположные петли у меня тут изнаночная я вяжу лицевую далее лицевая я вяжу изнаночную и так до конца ряда последнюю петлю провязываем и изнаночной таким образом мы провязали с вами два ряда сейчас 3 4 ряд нужно вязать точно так же как 1 и 2 то есть все повторяйте вяжите лицевой ряд и изнаночной вот у нас пятый ряд я уже довязала до места где находится где будет находиться жгут но вот сейчас скажу еще раз здесь получается что все нечетные ряды одинаковы и все четные тоже одинаковы 1 3 5 совпадают точно так же как 2 4 6 будут совпадать да но кроме одного единственного момента один лицевой ряд будет перекрещивать наш жгутик то есть вот мы провязали вот сейчас 5 сейчас мы его перекрестим и потом будем вязать дальше получается 6 как все четные потом 7 как все остальные нечетные предыдущие до следующего момента скрещивания шаг скрещивания вы можете выбрать сами от этого у вас жгут будет выглядеть по-разному опять же это все есть в мастер-классе по жгуту которые есть в описании сейчас я покажу как делать жгут вот мы довязали вот эти три изнаночные петли вот 4 петли жгута я беру дополнительную спицу и снимаю две петли если у вас больше петель на жгуте то снимаете первую половину дан делите пополам просто вот сняли теперь провязываем две петли лицевыми петлями эту спицу пока что убираем берем дополнительную и провязываем с нее две лицевые петли как с обычной спицы вот так таким образом мы сделали перекрещивание вот уже в принципе его даже сейчас видно но дальше вот когда провяжите изнаночный ряд будет все видно намного лучше вот собственно и все и дальше вяжите по узору вот у нас ты изнаночные и потом рис обратно идете изнаночный ряд также вяжите как все предыдущие изнаночные изнаночный ряд вообще у нас мы в нем со жгутом ничего не делаем то есть вы идете сейчас обратно как и до этого каждый раз делали уже до во втором в четвертом ряду вот сейчас я дойду до следующего скрещивания своего и еще раз вам это все покажу и скажу какой у меня шаг и покажу как это выглядит с таким шагом до через сколько рядов я делаю это и фью момент слейдер я дошла до места следующего скрещивания своего жгута и это у меня 11 ряд я в прошлый раз делала скрещивание в пятом ряду получается через пять рядов давно 5 11 потом получается 17 будет ряд и так далее ну вот и сейчас как раз увидите как это будет выглядеть еще раз показываю опять снимаю первые две да тут не надо менять что сначала там первую половину потом вторую снимается нет каждый раз первую половину петель жгута снимаете и главное перед работой да все время спереди потому что если вы будете класть то спереди то сзади ничего хорошего не выйдет вот и провязываете две петли пушку то лицевыми все и довязываете вот эти учатся мы сейчас сделали с вами второе 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 перекрещивание здесь может быть немножко трудновато но вывод здесь поэтому не нужно затягивать петли которые вот первые две вы вяжете точнее вот вы снимаете который вы провязываете сначала последние две до слева их не надо затягивать вот такой вот жгутик мне очень нравится именно такой шаг прям классно смотрится по моему объемненько все дальше я вижу как обычно и все ряды где нет перекрещивания тоже все повторяются 1 3 5 2 4 6 и так далее да если там нет скрещивания думаю общий принцип вам уже понятен здесь нет смысла показывать все это еще раз потому что потому что это действительно все то же самое как я показала в первом во втором ряду поэтому вы все это вяжите на нужную вам длину примеряется там на ребенка на себя на кого вяжите вот собственно и все а потом уже мы встретимся когда будем сшивать края снуда я провязала свой снуд на нужную мне длину это у меня получилось 82 ряда и примерно 51 52 сантиметра так как раз будет достаточно для ребеночка и так теперь нам нужно соединить края как мы это будем делать вам нужно будет во первых окончательно убедиться что это все что это нужная длина потому что сейчас на ниточку обрежем кончик нужно оставить длинненький может менятор потому что у нас не такой уж длинный край вот и что теперь вдеваете нитку в иголку такие специальные иголочки и теперь это у нас лицевая сторона вот у нас первая петля она кромочная мы должны ввести в нее иголочку снизу вверх когда если вот ее снять аккуратненько вот она то сейчас мы будем стараться повторить уже не стараться будем повторять лицевую гладь это вот такой трикотажный шов и вытягиваете ее аккуратненько вот так теперь находите первую кромочную петлю на другом конце полотна так мы получается то есть мы сейчас будем здесь тоже работать с лицевой стороны да вот так вот перекинули вот находим кромочную и вводим иголочку за нее вот так вот до захватив обе стенки петли вот так вот ее обводим ниточкой и должны сейчас мы прийти обратно откуда мы только что ниточку выводили вот с этой части ну то есть делаем такую же петельку как у нас это выглядит на лицевой глади вводим теперь с другой стороны то есть мы водили снизу вверх теперь сверху вниз и сразу же вводим иголочку во вторую петлю тоже снизу вверх ну то есть если вот так посмотрите данную петелечку опять же если его так подснять то четко видно да где он как она расположена вот таким образом 5 нитку доводим до конца тоже здесь сильно не затягивайте чтобы стель и все-таки имела какую-то эластичность все вывели да здесь мы должны найти вторую петлю нашу то у нас так но здесь так как у нас узор приступ придется немножко еще посидеть подумать потому что вот сейчас первую петлю хорошо видно да то следующая петля у нас уже изнаночная то есть вот так вот вводим и возвращаемся обратно к нашей передней части снуда и вводим ниточку 5 туда же откуда только что ее выводили параллельно заходим в третью петлю на спице тоже снизу вверх и и снимаем все так делаем до конца и здесь получается это все аккуратненько как петли лицевой глади вот и все так вот эту получается петлю сейчас мы снимаем вот она у нас да и уже работаем из нее находим здесь нашу третью петлю и отсюда мы теперь идем здесь у нас дальше изнаночная петля ну мы захватимся вот под ней есть также вот как и на лицевой галочка да вот состоящие из двух стеночек и мы здесь за нее захватимся уже и опять вернемся назад на переднюю половину в ту же петлю откуда от которой из которой только что у нас выходила нить мне возвращаемся и вводим иголочку в следующую петлю на спицы все ввели нитку в следующую петлю и здесь у нас теперь лицевая без проблем вот так вот захватываем обе стеночки нить вытягиваем и возвращаемся обратно вот сюда и уже следующую петлю вот собственно такой принцип сейчас еще раз провяжем с вами изнаночную да вот мы получается новую захватили петлю и теперь с этой стороны у нас изнаночная и мы захватываем вот 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 этой вот перекладинкой у нас здесь тоже есть вот как от лицевой петли галочка мы захватываем ее все таким образом у нас уже довязывайте до конца ряд и снуд у вас готов и шов практически не заметен единственно что он немножко отличается от узора рис потому что все-таки трикотажный шов здесь у нас все петли получаются как лицевые выглядят вот но в любом случае это лучше чем какой-то чем какой-то заметный шов потому что здесь будет и удобно потому что сознаночной стороны он тоже такой мало ощутимый вот все встретимся с вами уже в конце когда вы все полностью зашиваете в конце точно также находим кромочную то есть последнюю до вдеваем снизу вверх на второй стороне полотна находим кромочную вдеваем туда ниточку и возвращаемся все теперь ниточку закрепляем там с изнаночной стороны иголочка этой как можно больше путешествием по петлям так сказать немножко текст по дебильному написал я еще сделаю узелок не думаю что он будет там сильно как-то мешать уж лучше узелок сделать чем там это все куда-то у нас убежит так максимально постараюсь его не затягивать вот он не чувствуется то есть обычный узелок и все и потом его иголочкой вот так тут буду уже прятать нить вдоль шва сейчас не буду это показывать вот такой вот снудик у нас получился я его примерила на себя даже и он очень даже хорошо сидит если одевать его под куртку вот ну а детишкам тоже будет отлично на этом все мастер-класс окончен подписывайтесь на канал пишите комментарии в скором времени будут новые видео а пока что до новых встреч и пока пока а